Галина Константинна Петрова Героическая деятельность медицинской сестры Галины Петровой была полна отваги, мужества и преданности Родине. В годы Великой Отечественной войны ее хрупкие руки спасли немало жизней советских воинов. Она родилась 9 сентября 1920 года в городе Николаеве на Украине. В 1940 году с отличием окончила среднюю школу города Новороссийска и поступила в Новочеркасский политехнический институт. В 1941 году, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, Галина Петрова поступила на курсы медицинских сестер в городе Краснодаре, по окончанию которых получила направление в один из госпиталей Новороссийска. Раненые поступали непрерывно. Круглые сутки нескончаемой вереницей машины шли в медчасть. Санитары спешно выгружали носилки. Обстановка на фронте осложнялась. Гитлеровцы любой ценой решили прорваться к городу. В эти напряженные дни Петрова решила проситься в действующие части, которые защищали Новороссийск. Осенью 1942 года в батальоне морской пехоты появилась новая медицинская сестра. Вскоре пехотинцы поняли, что на Галину Петрову можно надеяться в любой обстановке. Она не подведет. Через полтора года медсестра была вынуждена проститься со своим батальоном. А в октябре 1943 ее направили в морской десант, которому предстояла серьезнейшая операция. Высадка на Керченский полуостров. Приближался день высадки, и ожидание становилось все нестерпимее. Ночь на 1 ноября 1943 года выдалась бурная, штормовая. Вал за валом поднимались серые громады воды и разбивались о берег. И ветер свистел, и рвал все на своем пути. Тогда-то и был отдан приказ морским пехотинцам грузиться на суда и идти через пролив к Керченскому полуострову. Десантников ждал тяжелый бой. Фашисты, уже испытав на себе к этому времени силу ударов моряков, укрепили побережье дотами, зотами, минными полями. Окопы прибрежной полосы были усилены пулеметами и минометами. В небе над берегом летали осветительные ракеты. Специальные части дежурили по ночам, чтобы не допустить к укреплениям наших морских пехотинцев, которых называли Черной Смертью. Едва раздалась команда вперед, советские моряки бросились в воду, подняли над головой оружие и устремились к берегу. Пули свистели над головами бойцов, но они шли вперед. Галина Петрова также в составе батальона под огнем врага высадилась на Крымское побережье в районе поселка Эльтиген. Десантники продвигались вглубь полуострова, но вскоре остановились и залегли. Путь преградила колючая проволока, за которой начиналось минное поле. Медлить было нельзя. Огонь гитлеровцев не ослабевал, и это грозило батальону большими потерями. Вдруг моряки увидели, как метнулась к заграждениям чья-то фигура. Кто-то одним махом перескочил через проволоку. Это была Галина Петрова, которая бесстрашно бросилась вперед, увлекая за собой товарищей. Минное поле оказалось ложным. Лавина десантников перекатилась через фашистские укрепления, и ничто теперь не могло их остановить. Захватив первую, наиболее мощную линию укреплений, морские пехотинцы ворвались в рыбацкий поселок Эльтиген и укрепились в противотанковом рву. Бой продолжался до утра, и всю ночь без устали работала медсестра Петрова. 20 раненых матросов и офицеров вынесла она из-под огня. 20 жизней спасла в эту ночь. Даже бывалые моряки поражались выдержке и мужеству девушки. Оправившись от внезапного удара, немцы начали яростные атаки, чтобы отбить занятый десантниками клочок земли. Артиллерия, минометы били без передышки. Гитлеровцам важно было выбить штурмовые отряды с полуострова до подхода новых советских частей. Поэтому, не жалея сил, враг предпринимал все новые и новые атаки. Так прошел день. Немцы двинули на наши войска 10 танков. Под мощным прикрытием фашисты хотели обойти моряков с тыла. Но матросы снова и снова отбрасывали гитлеровцев назад. Во время одной из атак был ранен лейтенант десантного отряда. Он остался лежать на узенькой полоске ничейной земли. И вот Галина Петрова поползла к раненому. Со стороны немцев был открыт ураганный огонь. Но смелая медсестра поползла обратно, таща за собой нашего бойца. Атаки фашистов следовали одна за другой. Но ни одна из всех 19 не принесла успеха. Морские пехотинцы отбили их, уложив десятки гитлеровских солдат. К вечеру на правом фланге плацдарма осталось в строю лишь семеро десантников. Среди них была и Галина Петрова. Она появлялась всюду, где было особенно трудно. Перевязывала раненых, оттаскивала их в укрытие, подносила боеприпасы, набивала диски автоматов, сама становилась в ряды стрелков. Керченский клочок земли остался в наших руках. Галина Петрова спасла в тот день жизнь 30 бойцам. 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение заданий, проявленное мужество и героизм Галине Петровой, было присвоено звание Героя Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok